Пятничный эфир Пятничный эфир Пятничный эфир Привет всем, это снова проект «Жизнь в городе». Сегодня говорим о фокусах и волшебстве. Это мы так любим в детстве, и этого нам так не хватает во взрослой жизни. Но в эти дни у всех рижан и гостей столицы была прекрасная возможность полностью окунуться в мир иллюзии. У нас состоялся международный конкурс магов и чародеев. Туда предлагаю и отправиться. Четвертый год происходит соревнование иллюзионистов из разных стран. В этом году это не только Европа, и Тайван, Бразиль, Куба, Америка. Со всего мира. Они борются за первое и второе место. Это денежные прижимы. Вот и нам сюрприз такой получился. Наш шоу, The Underwater Bubble Show, где мы участвуем 14 людей, да, мы вместе, получили самое большое награждение, которое в мире людей существует, и это Мэрлин Ауэр. Нам вручили категорию «Лучший шоу для семейной аудитории». Не, я серьезная, у меня нет фокуса. У меня без фокуса не только серьезная. Но я такой хороший, смотрю хорошо фокусом и верю. Я в сердце еще, наверное, ребенок мне нравится. В театральном искусстве часто приходилось на сцене пользоваться приемами фокуса? Было, было. Но я приходил в цирк и брал кое-какие уроки, чтобы было особенно в каких-то детских представлениях. Я научился тогда и жонглировать. И для меня вообще искусство в цирке великое искусство. Ну а какие-то настоящие фокусы умеете показывать? Да, да, я умею. Я умею превращать много денег в ничто. Я мать двоих детей должна показывать фокусы и манифестировать их каждый божий день. Показывать, что «А, фокус, я не устала. Фокус, я радостная сегодня. Ой, какой ты молодец. Главное не убить». Ну вот как-то так. Я начал заниматься волшебством в семилетнем возрасте. Мой брат отдал мне книгу фокусов, а профессионально я стал показывать трюки, когда мне было 11. Это же не ваша ручка? Нет? Ну ладно. На самом деле не имеет значения, ведь она тоже не моя. А где же ручка? Ты умеешь хранить секрет? Я тоже умею. В молодости я начал изучать карты Таро, чтобы узнать будущее. Позже я изучал гипноз, микроэкспрессию и физиогномику. И после этого я начал практиковать магию. С другими иллюзионистами мы друзья. Мы обмениваемся мнениями и растем вместе. Вы видите кольцо? Так, еще раз. Видите? Видите? Сейчас на сцене выступает суперзвезда этого вечера, бельгиец Аарон Кроу. Он когда-то становился участником популярного шоу «Америка с год талант» и дошел там до полуфинала. То, чем я занимаюсь, я бы назвал смешанное искусство. Я использую психологические элементы, физические аспекты, каскадерские элементы. Все это на грани. Это смесь много чего. Почему это так пугающе? Просто потому, что это довольно экстремально. Я пытаюсь пройти как можно дальше. Я нахожу свой предел, а потом делаю один маленький шаг вперед. Насколько это часто встречается в мире иллюзионистов, что иллюзионист – девушка? На самом деле это очень редкое явление, и это одна из причин, почему мы стали заниматься именно этим видом творчества. Мы хотим доказать, что фокусник – это не только мужская профессия. Женщины, девушки, они могут привнести нечто новое, волшебное и необыкновенное. Мы просто хотим разбить этот стереотип. Это очень хороший опыт. Я так счастлив. Я хочу сказать огромное спасибо. А что вы будете делать с этими деньгами? Мне нужен бассейн в моем доме, так что сделаю себе небольшое волшебство.